Всем привет! Мы группа Парши, мы из Москвы! Наша группа называется именно так, потому что Алиса в момент создания нашей группы одновременно встречалась с тремя парнями. Паша, Артур и Рома. Ну, четвертую букву расшифровывайте, как хотите. Музыка у нас абсолютно разножанровая, которую мы пишем, но у нас всегда тексты направлены на юмор, на самоиронию и на легкое отношение к себе. Наша мечта – это выйти на большую сцену. Почему на большую сцену? Выйти замуж. Наша мечта – это то, что в один прекрасный день мы выйдем на большую мировую арену, и о нас будет знать весь мир. О, целое трио! Вот это да, неожиданно! Тройная артиллерия пошла. Сразу трое? Это нечестно! Мы, конечно, очень переживаем. Мы надеемся, что мы выйдем и дадим огня, зажжем, и все с нами будут вместе танцевать и петь. Почему я танцую? Здравствуйте, многочисленные жюри. Здравствуйте, зрители. Николай. Всегда с вами. Мы группа «Парш». Я Элис. Я Боня. Я Пуся. Ну как мне не стать, а? Сейчас мы хотели бы зажечь огонь в ваших сердцах. Ну теперь, после этих слов про драйвинг, мы сейчас должны ожидать что-то мощное, сложная задача. Мне кажется, они хорошо поют. Да? Ну, посмотрим. Чувствую. О, как неожиданно! Три образа разных, смотри, да? В тезах парнишка, ему соврала я немножко. Сдала подружка, должно быть, ей сейчас так стыдно. А мне что делать, и мне теперь не оправдаться? Найду другого, чтоб не плакал и не обижался. Мерещица. То ли большая, то ли малая медведица. Мне кажется, они пытаются совратить наше жюри. Мерещица, то ли большая, то ли малая медведица. Мерещица, то ли большая, то ли малая медведица. Мерещица. 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 То ли большая, то ли малая медведица. Мерещица. Мерещица. АПЛОДИСМЕНТЫ Группа ПАРШ. ПАРШ? Да, группа ПАРШ. А я думала, что ПАРШ. Я давно не выговаривал так букву П. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Группа ПАРШ набрала 25 голосов. Девчонки, на самом деле, мне так не хватало эротики. Вы дали такую искру. Можно сказать, вы набрали 26 голосов. Ещё один голос мой. Начнём с космической леди. Да, просто такое впечатление, что вы только что со съемок «Игры престолов» нового сезона. Катя, на самом деле вы из Латвии. Да. Вы не любите мумию тролля? Нет, песня классная, девочки очень хорошо выглядят, но очень криво пели. Очень много фальшивых нот было. Не взяло меня, скажем так. Понятно. Григорий, тебя тоже не взяло. Ты же у нас не только певец, ты еще и дирижер. Тебя сбивал ритм. Девушки, на самом деле пели вы отлично и прекрасно строили, но почему-то все было нелепо. Вы как будто бы только познакомились за кулисами, и так это выглядело. И когда вы уже пошли выкладывать все свои козыри, которые вам дала природа на сцене, простите, уже сдержаться от смеха не было сил. Спасибо. Я смотрю первый ряд, вы в бизнес-классе самолета с пристегнутыми ремнями. Саша, а ты как бортпроводник, можно так сказать. Да, ты встал и поддержал. Ну я стараюсь, конечно, поддерживать конкурсантов, потому что знаю, насколько это вообще сложно и ответственно. В данном случае мне понравились, наоборот, как раз девушки, может быть, легкой несуразностью своей и непривычной какой-то красивостью. Поэтому я стою. Спасибо за прекрасное мнение, Александр. А мне кажется, девчонки, вам надо было выйти и спеть. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой бухгалтер, милый, милый мой бухгалтер. Зато, родно, зато, зато весь мой. Я нижний голос, извините. Ох, с ним забыли.